Крыгызского национального аграрного университета имени Скрябина, руководитель, кандидат сельскох наук, профессор Еркешева. Ты Чуйская долина, это орошаемая долина. Я думаю, ты именно очень актуальная тема. Давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и участники сегодняшней конференции. Мы рады участвовать в сегодняшней конференции и разрешите презентовать на тему особенности возделывания зеленых культур для получения раннего урожая в условиях Чуйской долины. Кыргызстан наш является зоной овощеводства, в особенности Чуйская долина, расположенная в богоприятной зоне для получения... Ну, у нас можно получить максимальный урожай почти всех овощных культур, и включая зеленые листовые, как с открытого, так и защищенного. И, как всем нам известно, овощи, в том числе и зеленые листовые, источник почти всех витаминов, необходимых для человека. И зелени — это незаменимый источник натуральных витаминов, особенно весной. И выращивание их в приусадебных участках — простой и доступной процессе, и к тому же быстро приносящий неплохой прибыль. И хотелось бы рассказать, какими именно полезными свойствами обладают наши зелени, которые мы посеяли для проведения наших исследований. Первая у нас — это салат листовой. Она входит в десятку полезнейших овощей, и благодаря высокому содержанию в нем полезных питательных веществ, этот овощ, в нем содержится множество кальция и также множество минеральных веществ в целом. Абсолютное первенство занимает по содержанию витамина К. И этот витамин помогает хорошему свертыванию крови, а нехватка его приводит к кровотодивочке десен и носа. Сельдерей применяют в народной медицине для успокаивания нервной системы. Кулинар же считает его пряно-вкусовым растением. Корни и листья возбуждают аппетит и усиливают наше пищеварение. А сельдерей очень благоприятно действует на нервную систему, и поэтому при расстроенных нервах сельдерей должен быть твоей пищей и твоим лекарством, говорил Гиппократ. Настой травы укропа снижает артериальное давление, расширяет сосуды и оказывает антибактерицидные действия. А шпинат – это очень высокоценный диетический продукт. В нем содержится аскорбиновая кислота, каротин, а также белок. И в нем еще содержится множество минеральных веществ, полезных, конечно, для нашего организма, такие как железо, калий, кальций, фосфор и медь. Поэтому его применяют при анемии и гипертонии. Также имеется и зелень, такая петрушка, как всем нам известно, очень ценное пряное лекарственное растение. В ее корнях и листах содержится эфирное масло с приятным запахом, которое возбуждает наш аппетит и благоприятно влияет на наше пищеварение. Как всем нам стало уже известно, наша зелень очень полезна для нашего организма и даже необходима, можно так сказать. И поэтому мы решили провести исследование и поставили перед собой цели, такие как изучение выращивания ранних зеленых листовых овощей с использованием пленочных укрытий. И в наши задачи входили, первое, изучение получения ранних зеленых овощных культур в условиях пленочных укрытий, когда дефицит овощей на рынке составляет 70-80%. А второе, это определить экономическую эффективность с воздействием ранних листовых овощей в условиях пленочных укрытий. И можно на восьмую страницу, пожалуйста. И для получения, как я уже сказала, рано весной, естественно, посев мы проводили рано весной, это было 1 марта, как вы видите. И для посева мы, естественно, сначала подготовили почву. Для этого 1 марта мы определенные участки очистили от снега. Затем установили каркасы высотой 70 см и закрыли полиэтиленовой пленкой. Но, конечно, только сверху закрыли, а боковые части у нас остались открытыми для того, чтобы почва высушивалась и нормализовалась от плаги. Через неделю мы вносили туда перегной в соотношение 1 на 0,7. И затем рухлили и оставили еще на неделю. И 15 марта мы проводили посев в семена таких зеленых листовых, вышесказанных, такие как сельдерей, шпинат, укроп, петрушка, салат листовой и кресло. После посева мы закрыли все это полиэтиленовой пленкой. Затем для определения оптимального срока посева мы посев проводили несколько раз, то есть с интервалом 10 дней. И первый посев у нас был 15 марта, затем 25-го. И под пленочными укрытиями мы проводили посев 4 раза. А 25 апреля проводили посев без укрытия пленки, поскольку у нас, Чуйское долине, наши климатические условия позволяют так посеять в открытом грунте. И посевы, естественно, провели для того, чтобы сравнить наши исследования. И при уходе за этими зелеными листовилами был обычный, то есть прополка, поливы по бороздам, опрыскивание против вредителей и болезней. И проводили еще технологические наблюдения, то есть отмечали фазу всходов, отрастание листьев, то есть резки листьев. И еще проводили биометрические измерения, посчитывали количество урожая и их высоту. Также проводили оценку повреждаемости растений вредителями и болезнями. Посчитывали урожай и экономическую эффективность. И на первую таблицу можно 11-я страница. Наши исследования показали, то есть на этой таблице вы можете увидеть, что наш вегетационный период с половины апреля, то есть наш вегетационный период сильно ускоряется. То есть вначале мы от 40 дней до 70 дней проходили, чтобы получить первый урожай. А затем этот процесс сильно ускоряется, то есть разница получается от 10 до 30 дней. Но при этом посеянные семена в открытый грунт этих же видов по сравнению с посеянными подпремками два раза всходили позже. И соответственно давали поздние сроки наступления уборочной спелости. На этой таблице, то есть биометрические измерения, которые мы проводили, здесь вы можете заметить, поскольку я говорила уже в начале, что мы посеян проводили под пленочными укрытиями несколько раз, мы взяли средний вегетационный период без пленочного укрытия, то есть точные данные. И здесь вы можете сравнить, насколько эффективнее использовать пленочные укрытия, то есть мы получаем ранние урожаи здесь. И высота растений в сантиметрах, естественно, тоже имеется разница. Под пленочными укрытиями наши растения получались выше от 4 до 15 сантиметров. И число листьев в штуках, то есть от 5 до 14 штук листьев было больше. Естественно, это все влияло на наш урожай и на следующее настроение. Следующий можно? И здесь экономическая эффективность зеленых листовых культур в зависимости от способов выращивания. И этих от двух способов вы видите, какая разница в урожайности. То есть от 2 до 6 тонн мы с каждого гектара получали больше. И поскольку урожай был больше, естественно, и реализованная цена была и больше. То есть как бы разница между реализованной ценой от 63 до 195 тысяч в сомах. Казалось бы, да, такая большая урожайность получаем под пленочными укрытиями. И реализованная цена такая же большая. И расходы должны быть такими же большими. Но, как вы можете заметить, тут расходы в тысячи в сомах под пленочными укрытиями уходят 200 тысяч в сомах. А без укрытия пленки 180 тысяч в сомах. То есть разница между ними получается всего лишь 20 тысяч в сомах. Но при этом и прибыль чистый, который, можно так сказать, остается у нас в кармане, получается от 43 до 175 тысяч, получается больше. При возделывании под пленочными укрытиями. И разрешите зачитать вам выводы. То есть первое, почвенно-климатические условия Чуйской долины благоприятны для возделывания зеленых листовых овощей, таких как салатные листья, шпинат, укроп, сельдерей и петрушка. И получение высоких устойчивых урожаев странной культуры. Второе, выращивание листовых зеленых овощей с использованием пленочных укрытий. Урожай можно получить рано весной, когда дефицит свежих овощных продуктов на рынке составляет от 70 до 80%. И третье, в условиях Чуйской долины возделывание листьев зеленых овощей является экономически эффективным. Особенно для сельдерей, шпината и салата листового, поскольку у этих троих культур была самая максимальная урожайность и прибыльность от них была самая большая. Надеюсь, что наши исследования и вам пригодятся, и у вас такие же будут хорошие результаты. То есть, высокая, хорошая урожайность и высокая, хорошая прибыльность. Спасибо всем за внимание.